Сугроб. Большой сугроб. Да, вообще снега, конечно, не очень. Что это, большой сугроб или подснежник, Александра еще не определилась. Падающий снег преобразил ее автомобиль до неузнаваемости. Чтобы вернуть машине первозданный вид, девушка взялась за щетку. Сверху по бокам, по бокам все съесть хотя бы. Много снега пришлось счищать? Много. Очень. Еще и дали счищать. Остается, но низко, поэтому не дочистить, похоже. А вот Максим даже щетку из багажника достать не может. За ночь дверь его машины примерзла основательно. Замерзла замок в двери. Примерзли двери. Льдом покрылось все. Конечно, нужно сейчас чистить, время потратить. Последний удар зимы застал горожан врасплох. За сутки в городе выпала полумесячная норма осадков. На дорогах в часы пик – десятибальные пробки. В основном люди стоят из-за аварии. Чтобы не рисковать здоровью средловчан, ГИБДД даже пришлось приостановить движение нескольких автобусов. Например, в Березовский. Поэтому многие горожане оказались в поистине безвыходной ситуации. Тяжело, застревают ноги. Тяжело по дороге. Там что-то такое. Много снега, оно вот такое. Как бы няша. Во дворе тяжело было пройти, да. Во дворе, около дома, там тяжело было пройти, да. Ветер сильный, да. Ветер сильный. Это, знаете, я жила в Молдавии, у нас там называется «Баба Евдоха трясет шубой». Вот чучело сожгли, когда. И вот она начинает злиться в конце зимы. Начинает вот этим снегопадом трясти шубу. Это еще несколько дней продлится. Тряска осложнила жизнь на земле и в воздухе. Как сообщили в Кольцово, из-за плохих метеоусловий на запасные аэродромы ушли четыре самолета. Сейчас аэропорт работает без ограничений. Но чего это стоит уборщикам, им одним известно. В городе спецтехника не летает, но, по словам властей, работает в усиленном режиме. За сутки с местных дорог было вывезено больше 8,5 тысяч тонн снега. Первоочередная задача, которая сейчас стоит перед службами благоустройства – освободить проезжую часть дорог от рыхлого снега и тем самым обеспечить проезд и безопасные условия для движения транспорта. Но наводить порядок коммунальщикам непросто. На один участок приходится тратить несколько часов. Машины бывают заставлены, мешают парковочные карманы. Вот это стесненность. Водителей просьба не парковать в ночное время. Как-то так, чтобы уборка планировалась качественно. На ближайшую ночь у благоустроителей большие планы. Снегопад, по прогнозам, даст городу передышку. Но это не значит, что жителям можно расслабиться. Главное в такую погоду помнить о правилах безопасности. Сотрудники МЧС советуют ограничить работы на открытом воздухе и на высоте. Если же сильный ветер застал врасплох, можно укрыться в подземных переходах или в подъездах. А вот около стен зданий прятаться не стоит, ведь с крыши балконов может что-нибудь упасть. Водителей просят следить за скоростью, а пешеходов носить светоотражающие элементы и смотреть по сторонам. Многие, впрочем, так и делают. Возвращение зимней сказки им радость. Погода прекрасная, весна замечательная. На улице свежо, чисто. А это главное в городе, чтобы было чисто. А ветер не смешает сильнее? А снег? Мы же на Урале живем. Юлия Нашкина, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова